Итак, это естественно Arc Survival, продолжаем наше выживание И у нас на очереди большое количество подводных миссий А самое главное, я сегодня хочу приручить Bloodstalker, если не ошибаюсь Он называется его Bloodseeker, он пару раз называл Но не суть важно Вот, я хотел бы глянуть, что у нас есть интересного здесь То есть, как видите, сразу два типа миссий Погоня за белым китом и Лохнесская охота Начнем, наверное, с гаммы Потому что это будет самое простое И нам будет... Блин, постой Нам будет понятнее всего, что делать Как видите, взял с собой Базилозавр на всякий пожарный Да, кстати, чё это я? Одеваемся Что так не будоражит, как охота? Что там такое? Следы нужно искать, да? А, это что-то типа этого самого Я понял, окей Ага, ты что-то нашла Я понял, это как с крокодилом на болотах И у меня не получалось Да, у меня не получилось пройти Бета, охоту на крокодила Кстати, вон следы Потому что меня тупо выкинуло из игры Вот, нет, не выкинуло Нет, не выкинуло У меня заглючила охота И следы перестали появляться Все, точно я вспомнил Ладно В принципе, под воду очень легко следы находить Посмотрим, насколько он силен Оооо Вот это нехорошо Девяностый мойзик А мы справимся, нет? Ну, у нас просто очень хорошее седло У нас легендарное Естественно, выполнено Я уже не помню С какой-то миссией Время у нас дофига на выполнение задания Я бы, честно говоря, его забил бы Исключительно для того, чтобы прокачать Этого бизилозавра Да, это какое-то время займет Но мы его забьем Можно было бы и себе приручить Мазазаврика, но Если уже приручать То приручать, я думаю 140-го плюс Что-то типа того Естественно, нужно будет сделать группу Потому что стрелами мы запаримся О, ну, кстати 90-й мазазавр Он просто просыпается на раз-два Я думаю, что гораздо больше времени понадобится Но из-за того, что он так близко к нам стоял Нам было очень легко забить Кучу мусора Скидываем То есть он не плавал кругами, естественно Из-за этого нам не пришлось Туда-сюда Это самая большая проблема Всегда под водой Все окей Я думаю, что когда мы его найдем То я просто сейчас переключусь на этот момент Думается, что нашел я для Тиксиса, да? Он к нему ведет Но я сильно сомневаюсь, что нам дадут сразу его победить Скорее всего, как и в прошлый раз Битва, которая разделена на несколько этапов Кусает меня на 4 единицы Но вы знаете Честно говоря, на базилозавре я спокойно смогу забивать Этой бету, я думаю То есть единственная проблема, что мы будем наносить Очень мало урона, скорее всего Ну что, тут еще два базилозаврика были маленькие Вместе с ним То есть легкая на самом деле Виссия, ну, кто бы сомневался Легкий уровень сложности, безусловно Мне просто интересно, какие награды будут вообще Так Во-первых, нас с какого-то рожна с моего собственного базилозавра скинуло Ага Нас сейчас будет перекидывать, что ли, отсюда или что? Привет, иди сюда Во-вторых, все-таки награды есть Так Винтовочка Я думаю А не пройти ли мне Кстати, какие у меня поломанные ботинки, трынец Можно будет ремонтировать Не пройти ли мне все-таки На более интересном уровне сложности Так, давайте-ка все лишнее выкинем Базилозавр у нас даже не поцарапан То есть Базилозавр вообще хоть бы хны Самое забавное Итак, в общем, я тут плавал Выполнял задачи То есть выполнил Ну, вместе мы с вами кита То есть след тиксиса Блин, господи, как это выговорить сложно Дальше Мазазавр И Близиозавр И еще был кто-то А Тусатойтиса я пока что не стал Так вот С мазазавра, с гаммы Выпал как раз Еще одна выпала деталь То есть Так, перчатки На 439 брони Я хочу попытаться сейчас Пройти на бету На гамму там супер простое У него было 60 тысяч здоровья Нужно плавать, собирать следы Просто, видите, темно И поэтому я не записывал То есть точно так же, как С крокодилом Он появляется 3 раза Соответственно 2 раза Ты его немножко пробиваешь На 3-й раз Финальная битва Плюс у него есть компаньоны В данном случае Леоплеврадон, если не ошибаюсь И они еще Сволочек Что-то у меня там Забаговались Телепортировались То туда, то сюда В общем, мне приходилось За ними плавать Так вот Давайте-ка Мозаика бета Надеюсь, что получится Что у нас с тебя по уровням Давайте 30 тысяч здоровья Он наверху Очень хорошо регенится Наверху Это вот здесь Вот на Так скажем Выше определенной глубины А вот если мы опускаемся На большую глубину То у него реген заканчивается И прямо сейчас Он, как видите Сам регенится Вот просто даже Ему ничего прожимать не нужно Он шикарно регенится Если мы начинаем прожимать То скорость регена здоровья Просто запредельная Вот И это проблема Потому что я боюсь Что Бета Мозаавр нам может сделать больно Но мы попробуем Ладно, хорошо Вкачаем тебе сейчас Еще немножко здоровья Пока поплаваем туда-сюда Нам сейчас самое главное Найти Хотя бы первый вариант Его И понять, насколько он силен И насколько он нам больно делает Потому что, естественно Гамма Варианту мы наносим 60 тысяч урона И это слишком Слишком легко Посмотрим, что будет происходить Естественно Нам будет Единственное, что мне реально нравится В этих миссиях То, что здесь Мало Нужно следов находить Мне нужно очень большое количество Это он Это Вот он И я буду искать Нет Это обычный Мозаавр Ты че, издеваешься, что ли? Мне тебя только не хватало Давай, плыви отсюда Греби Нет, он не уплывет, собака С ним на самом деле Будет проблема Сражаться А вот и цель 66 тысяч Мы его забьем Он нам наносит 92 урона Мы наносим 470 То есть, как видите Мы довольно-таки быстро Его забиваем Никаких проблем Все Ладно С этим мы справимся Тогда увидимся уже На финальной Третьей стадии Так, друзья Сорян У нас Алиса умерла Я Ну, я не знаю Как так вышло Я просто отошел Я Я был уверен Что у меня была поставлена пауза Я нажал escape У меня просто позвонили В дверь Доставка И пока я там с доставщиком Туда-сюда Минут Ну, может быть 5-10 Я пришел И она мертвая В общем, она задохнулась Она не задохнулась Мы сидели на очень большой глубине Она постоянно получала урон Может быть, еще кто-то подгрызал Но у меня просто Я пришел Рядом труп Я стою Ах Блин Я показал, что я escape нажал Вот-вот Вот бывает Тыркнул и побежал Ладно Черт его знает Я просто сижу В одних шортах Господи Жарище И Нужно было пока кофту одел В смысле рубашку пока Туда-сюда И Даже не обратил внимания Что там произошло Ладно, у нас есть еще один Базилазавр Базилазавр Потому что мы с вами приручали двоих То есть Нам понадобится самочка Так или иначе Чтобы победить босса Этого Биома Я не знаю Мне кажется, это необязательный босс Биома То есть Чтобы попасть К Роквулу Черт его знает Не знаю, обязательно или нет Но, как видите Бету мы с вами забиваем С бетой у нас вообще никаких проблем Вот еще Близзики С ними Тоже все довольно-таки просто Самое главное Это безусловно Вот то легендарное седло Которое мы получили С миссией Вот и все Благодаря нему Нас просто никто Убить не может Ничего с нами не может сделать Причем Вот эта глубина Это небольшая глубина И у нас урона по Базилазавру Не идет Он спокойно Отлечивается Там же на глубине Отлечить просто невозможно Базилазавра То есть он постоянно Умирает и все Соответственно Нужно было на самом деле Всплывать И вторая битва С Как раз С мозиком Из-за этого Довольно-таки Проблематично Потому что Там именно на глубине Притекает Может быть Стоит не Базилазавра Брать А стоит брать Какого-нибудь Тругого Мазазавра Прокачанного Или Тусатеутиса Условно Какого-нибудь Да и на нем Сражаться Ну ладно Бог с ним Ничего еще Одного приручим Благо их здесь Очень много Давайте Добиваем Готово Вот это Мне бесит То что Меня скидывает седла Ну-ка Это было Все бесполезно Мы получили Кучу перчаток От Маскировочного Костюма У нас есть 439 брони Эти перчатки И все Ладно Значит будет 439 брони Да На Свирепого Медведя Вот это я все Выкидываю Это нам не нужно Вот это можно Разломать Докурсу тоже Выкидываем Не шибко сдалось Вот Все остальное Сейчас отправлюсь Домой просто Разломаю Ладно Это то что касается Собственно говоря Этой миссии То есть у нас с вами Теперь есть Тэк шлем Тэк Перчатки Нужны ботинки Нагрудник Я видел что вы писали Что типа они здесь не работают Но посмотрим Может быть у меня будут работать В том плане что мы же Терри динозавра Оставим седло Мы же с вами У нас есть инграммы Разблокированные На другой карте Или так не работает Ну черт знает Проверим Вот и проверим заодно Так Это на ремонт Это тоже на ремонт Что у меня еще поломанное Да все поломанное Все на ремонт Так Естественно как видите Я начал добывать себе Пакеты крови Но это слишком долго То есть таким образом Я их буду добывать полгода Давайте-ка лучше Призовем сюда Нашего Где он у нас Вот Нашего спинозавра Заберем у него Первосортку У нас есть Инграма Вот такая вот То есть Пакеты с кровью Сделаны из Первосортного мяса Я просто не знаю Где они делаются Возможно делаются Они Вот здесь вот Crazy crazy potions Скорее всего да То есть нам бы таким образом Просто это Вот blood packs Сэкономит время А здесь делается Из сырого мяса Из десяти Ха Да ладно тебе Это просто шикарно Вот он Причем это Они одинаковые Или они разные По качеству У нас Не так А нет Дофига мяса Все хорошо У нас много мяса В брюниках Если не ошибаюсь Я просто хочу Сразу сделать побольше Я помню что Blood stalker Он как раз Питается Этим добром Сто Сто Не знаю 200 нам по идее хватит Это стандартные Или не стандартные Пакет крови А где мои пакеты крови Которые я делал А я их приложил Это стандартные Все они стакаются Ну значит все Сейчас подожду Когда это сделается Потому что как видите Скорость крафта Довольно таки низкая И пойдем искать себе Может быть даже Наверное Заюзаем Поисковик Какого черта Здесь забыл Заюзаем Поисковик Потому что Эти сволочи Сидят на деревьях И мы сейчас просто Потратим большую часть Времени Именно на поиск Хорошего Blood stalker И да Я понимаю что там Желательно ему Скормить каких нибудь Слабеньких динозавров Чтобы поднять Эффективность Приручения Но мне это сейчас Не нужно Я просто хочу Его приручить Я просто хочу Чтобы у меня было Средство передвижения Сражаться на нем Особо не собираюсь Для сражения У нас с вами есть Тот же спинозавр Пожалуйста Да То есть Упс Случайно При помощи него Мы с вами Кого хочешь Загасим То есть С этим вообще Никаких проблем А вот быстро Перемещаться Очень хотелось бы Так У нас с вами Смотрите Пятнадцатый Пятнадцатый Сто сороковой Но я так не попаду Я попал Все Готовченко И вот у нас с вами Остался Сто сороковой Я не знаю Сможем Нет Сейчас мы с вами Попытаемся К нему поближе Подобраться Ну Друг мой Я рядышком Давай Вот Он хавает пакеты С кровью Отлично Я не вижу Насколько он Приручен Жесть Красивая Иконка Слева Справа Пардон Пойманы в сети Меня насквозь пробило Ага У нас еще Пятьдесят Пакетов Ладно Здесь выживем Пожалуйста Приручись Есть Принять Парашют Фух Нужно было больше делать Да Эффективность Конечно Отстойная Всего Сто восемьдесят И уровень у него Но все же Лучше чем ничего Как и сказал Нам он нужен Исключительно Для перемещения Ну Чтобы можно было Быстро перемещаться По Тем же болотам Потому что он Настолько же Быстрый Как и В той Как раз Гонке Верняк Вот это я Понимаю Скорость Все окей И мы наконец-то Можем Забираться Вот на эти Камни Потому что Я помню Что где-то На камнях Были как раз Тоже Клюки Куда я не мог Попасть И при помощи Него Мы эти Клюки Можем Собрать Так вот Другая Механика Чтобы эффективность Была у него Максимальная Она довольно таки Простая Там нужно Притащить с собой Как можно больше Ну там условно Паразавров Если не ошибаюсь Они больше всего Любят Масхопсов Ну мне кажется Паразавров просто Легче приручать И меньше времени На это потратишь Как бы Да он будет Дольше их кушать Но потратишь Меньше времени И нужно приручать Ну типа Притаскивать С рокового уровня Их Вот Там на уровень В общем не влияет Соответственно Он их полностью съедает Вон видите Там наверху Как раз Глюки Вот Он их полностью съедает На 100% Осушивает И таким образом За каждого Там повышает себе Условно Не знаю Может быть 7-10% Эффективности Собственно говоря Где-то штук 10 Ему нужно скормить Может быть чуть поменьше И таким образом Ты сможешь Поднять ему Эффективность А потом Еще раз Дать ему Атаковать себя Присосать себя И таким образом Он будет приручен С максимальной Эффективностью То есть Механика довольно-таки Неприятная Пошел в задницу Черт Страгл Да пошел ты вон Нет Нет Здрасте Че у вас тут Так много-то Дайте глюк Собрать Друзья Вау Хорошо Крутанулся Они Очень Очень Быстро Атакуют Так что У нас Нету Времени Чтобы здесь Торчать Долго Нам нужно Слезть Собрать Глюк Глюк Собрать Глюк Сесть обратно И уйти отсюда Вы Выжившие Обладаете Удивительной Цепкостью Даже после Своей гибели Вы возрождаетесь И пытаетесь Снова Но не стоит Слишком Градиться С собой Большинство Выживших Просто возрождаются На месте Своей гибели Только для того Чтобы мерить Еще раз В первый раз Это выглядит Забавно Но он Быстро Приобретает Черты Плохой Комедии Еще один Пробел Это все Из-за Глюков Я собираюсь Настроить Систему резервного Копирования Чтобы можно было Выяснить Что происходит При моем Восстановлении Есть много Глюков Кстати Людям Свойственно Интересоваться Тем Что происходит После смерти Так ведь В твоем случае Все достаточно Прямолинейно Симуляция Дженесис Захватывает Твои воспоминания И затем Загружает Твой разум Новое тело И ты снова Готов К исследованию Изучение мира Нет Я не предлагаю Тебе умереть Чтобы самому Все проверить Не зря же Вас зовут Выжившим Ну да Давай умирать Не будем Здесь прям много Глюков У нас 17 Как видите Собрано Однажды У нас был Глюк Не связанный Ни снижательством Ни с поведением Выживших Это был Структурный Глюк Создатели Симуляции Назвали его Клюзлом От ключ И узел И это Самодостаточный Клюз доступа Способный Редактировать Сам себя Тебе должно быть Видно Как он Выглядит В кодирующей Виртуальной Реальности Это крошечная Частица Но если Обронить ее Не в той части Симуляции Она создает Массу проблем Хорошо Понял Сформировать Сформировать Твою личность И если Приходилось Жертвовать Твою памятью О прошлых Лименах На земле То Ну Ты же Не помнишь Того Чего Ты не помнишь Ну да Мне было Любопытно Как в целом Работает Симуляция Поэтому я Кое-что Посмотрела Пока Исправляла Тут Глюк Для Новичка Ты Выглядишь Неплохо Мы С тобой Классная Команда Но По общей Статистике Выжившие Массово Гидны Голод Насилие Несчастные Случаи Все Что угодно Это Похоже На Тест Для Выживших Но Уровень Смертности Зашкаливает Нам Лучше Постереться Тут Прям Напихали В одной Точке Огромное Количество Глюков Странно Прям Даже Тебе Из правила Этот Глюк Можно Идти Дальше Думаю Тут Важно Не Останавливаться У этого Болота Миллионы Способов Затянуть Тебя В ловушку Лясина Гигантская Паутина Толстый Слой Листь Львы Разливы Во время Дождя Плюс Всякая Пакость Которая Липнет Ко всему Чему Только Можно Какое Счастье Что Я могу Летать Во Мы Нашли С вами Как раз Острова Нужно Здесь Быть Аккуратным Чтобы Не Улететь Низ Тебе удалось Приспособить ряд Примитивных инструментов Для собственного Выживания Та же история Со мной Но мои инструменты Изменят саму суть Твоего мира Сейчас эти инструменты Как и твои Примитивные Но я учусь И скоро смогу Дать тебе Пару непростых уроков Я обнаружил Еще один пробел В моих процессах Это же Снова случилось Ну да Понятно Все таки Это говорит Как бы Хелена Но не всегда Хелена Ну как бы Мастер майнд Или как там О да Собственно говоря Роквелл Классно то Что нет урона От падения Спокуха Мы же нашли Больше глюков Чем полагается Масса вариантов Но симуляция Джейсис По идее Должна справиться С чем угодно Насколько я вижу Они запускали Симуляцию Спешки Я нашла Файл со списком Финтов Который контроль Качества Должен был проверить Этот список Длинной С мою руку Ну Или как то так Если бы у меня были руки Ну Ты понимаешь О чем я Да понимаю Понимаю Они стебут Сами себя По поводу Своих багов Варксру Левел Контроль Качества Еще два глюка Этот глюк Возник из-за того Что кто-то Шалился По архивам Кто-то Влез В роман 19 века Под названием Глядущая раса Оказавшийся Под землей Исследователь Сталкивается С представителями Более развитой Культуры Клянущей себя Врина Все их общество Построено на основе Непроникающей Субстанции Называемой Врин Которая контролирует Их разум Что-то Наподобие Жидкого элемента Я бы так сказала Нужно поинтересоваться Что за роман Такой Ну нет Отстань Еще один глюк Вызванный Обращением Старинного Влезнового Часто На этот раз Письмо Ремии Бентамо Написано В том же 18 веке В нем Описано Тюрьма В которой Стражники Могут видеть Что происходит В каждой Скале Стражники Видны Рисканта Ввиду Чего У них Создается Ощущение Вездесущего Контроля По всему Кругу Звучит Более Чем Зловеще Я бы Сказала Ладно Я думаю Что нужно Завязывать На сегодня Потому что Сейчас Еще один Такой Промах Еще раз Нас хватит И все Я умру У меня Нету С собой Или Есть Все таки Один Может быть Есть Этот самый Как его Парашют Один Последний Но Честно Говоря Сегодня Задачи Заручил Блад Сталкера Хорошего Уровня И На самом деле Он просто Шикарен Выносливость Не заканчивается Перемещаешься Супер быстро То есть Я не знаю Я бы хотел Чтобы на каждой Карте Были Блад Сталкера Потому что Это прям Очень удобно Сражаться Мы на нем Не собираемся То есть Я не буду На нем Ни с кем Сражаться Во всяком случае На этом Вот Исключительно Только перемещаться И Естественно С вами Немножко Повполняли Задание Почистили Глюки Осталось Собрать Всего Навсего Шесть Я могу Это сделать Пять Я могу Это сделать За кадром Потому что Я довольно таки Хаотично Это делал Но Как понимаете Это не сложно На Блад Сталкере Теперь это проще Чем под водой Собственно говоря Потому что под водой Мне кажется Это будет сложнее всего Вот На это пока что Все Если понравилось Пожалуйста Поставьте лайк Завтра продолжим Так что Увидимся в следующем выпуске Не забывайте подписываться Чтобы не пропустить Удачи Пока Увидимся в нем Субтитры сделал DimaTorzok